Доброе утро, страна! Скажите, кому доброе, а кто еще спит суббота-утро? У меня уже в субботу утром нарисовалась проблемка. Я сегодня в рубашечке, еду на работу, потому как я сегодня Джолли. Джолли это значит, надо будет на кухне, буду на кухне, надо будет в зале, буду в зале. Но проблемка не в том. Пришла мне с Украины посылочка. А ребята мне даже не позвонили, не сообщили. Мне сейчас пришлось на фейсбук им сбрасывать сообщения, так как я знаю, что посылка пришла. И спрашивать, у вас есть посылка на мое имя? Они ответили, что есть. На работе у меня нет интернета мобильного. Поэтому я работаю, у меня нет возможности эту посылку забрать. Я даже не знаю, как делать. Сейчас Алене своей звоню, она еще спит. В общем, не знаю, что делать. А они с 12 до 2, и все. Они уезжают потом на Украину. Так что, если я свою посылочку не заберу, будет она у меня кататься туда-сюда, обратно. Вот так вот. В общем, будем решать проблемы по мере их поступления. Пока я еду на работу. Ребятки, буквально хотела сказать пару слов. Вот это у меня картошка. Голые руки. Спрашивали, почему пиццу руками? Здесь в Италии нет закона, что я не могу делать это руками, чтобы я должна это делать в перчатках. Даже когда приходит проверка, никто на это не обращает внимания. Поэтому, если вы увидели в пиццаюле, естественно, у меня ни ногтей, ни грязи никакой. Тем более, мы пользуемся постоянно моющими средствами. У нас вон висит рулон карты. Постоянно руки вытираются. Руки постоянно чистые. Готовится все в чистоте. И вы не думайте, что если натяпы-ляпы, то это не противозаконно. Сегодня я в основном работаю в зале. Вы видите, на кухне я в колпаке. Мне сейчас надо положить картошку. Я работаю в колпаке еще ни разу. За мою практику у меня ни один волосок не попал ни в пиццу, ни в мороженое. Я могу вас в этом уверить. Доверяйте. Доверяйте вашему повару. Сегодня у нас такие колбаски. Называется сальсича. Порезали их по три штучки. В духовочку. Они уже приправленные. Внутри солененькие. Чуть-чуть перчоненькие. Сегодня полно маруккинцев. Они не едят только итальянцы. Кто хочет кувелдика? По три кувелдика. Куанта песта. 6,50 с добавкой. Или картошечка жареная. Или овощи. Куанта песта. Это не куанта песта. Куанта песта. Куанта песта. Куанта песта. Сливочек. Обязательно. Когда становится моцарелла. Как бы помягче. Размешиваю. Сами понимаете. Одной рукой. Сейчас я хорошо все размешаю. И на пиццу намазываю. Помидорчик. Моцарелла немного. Чисто вот так вот кусочками. Набросала. И все. Потому что пиццу съели всю. Поэтому повторяю. Завтра выходной. Пицца разлетается. Все. Вот так вот раскидала. Сейчас опять в духовочку на 10 минут. Это все растечется. Не забываем сбрызывать маслицем растительным. Посыпать травушками. Хотите положить. Типа салями. Можете положить салями. Если тунец. Тунец ложится после выпечки. Сразу на горячую пиццу. Так как он уже готов. Другую консервочку. Пожалуйста. Пицца будет исключительно. Это просто база. Хотите сделать без помидора. Делайте белую. Без помидора. Добавьте горганзолу. Добавьте другой сыр. Который вам нравится. Сделайте квадро формаджи. Это тоже будет вкусно. Все. И парует. И кипит. И шуршит. В холодильнике кто-то. Едя доедают мою пиццу. Прямо руками с тарелочки. Не режут ничего. В Макдональдсе людей полно. У нас чуть-чуть поменьше. Мы уже практически тоже все продали. Уже все заканчивается. Полупустые. После работки еду. Заскочила буквально на 15 минут. Гидромассаж. Полез. Такая красота. Расслабуха. По полной программе. Естественно приняла душ. Начала переодеваться. Что вы думаете? Сейчас прикрою окошечко. Возле меня раздевалась мама с дочкой. И разговаривают на русском языке. Девчонки лет 18. Я только подошла. Я уже высушила волосы. Она своей сумкой закрыла мне. К моему шкафчику. Так сказать. Проход. Я немножко так ее сумочку в сторонку подвинула. Чтобы закончить одеваться. А она своей маме с такой желчью. Как меня эти тетки бесят. Переодеться невозможно. Она меня за эту ямку принял. Я молчу. Она продолжает. Короче. Она столько гадостей наговорила. И эта тетка. Это была я. Я потом. Ну ладно. Сейчас я тебя поставлю чуть-чуть на место. Потому что она переодеться невозможно. Тут ходят. Тут разные. Мама ей говорит. Да ладно. Привыкнешь. Я тоже по первых. Типа. Меня это смущало. Если вы входите в общественное место. В общественную баню. То вы как и все другие. Должны пользоваться тем. Что здесь предоставлено. Правильно? Я просто разворачиваюсь. Говорю. Пошла. Говорю. В туалет. В кабинку. Переоделась. Потихоньку. Тебе не мешало. Причем таким спокойным голосом. Как сейчас я и рассказываю. Они обои выпали в осадок. Мама схватила полотенце. Начала. Своё дитетко. Прикрывать. Без стыд и срам. Чтобы оно смогло переодеться. Как вы считаете? Я была права? Или я была не права? Что-то. Никогда я среди итальянцев. Такой вот наглости не видела. А наши вот. Вот скажите, пожалуйста. Люди мешают. Так. Ну ладно. Я не это хотела сказать. А кто что? Я не знаю. Пришла моя посылка или не пришла. Алена мне сказала, что поедет заберет. Я ей скинула номер телефона буса. Вот. Но дело в том, что у Ростика сегодня игра. 10 лет ребёнку у него. Почти каждые субботы и воскресенья у него постоянно игра вратарь. Кто ещё не знает. Вот. Мой зять, как бы сегодня отработал, он в субботу работает. А вечером они едут кушать пиццу с друзьями. Поэтому моя посылка, если Алена её получила, она будет ночевать у неё в машине. Завтра у меня наконец-то выходной день. Завтра воскресенье. Я проработала субботы, с 31 марта, вот, по сегодняшний день без выходных. Ребята, поставьте мне пятёрку с плюсом. У меня сегодня улетело 32 куска моей пиццы. Я показывала, не знаю, было видно или не было, как женщина и мужик, и муж, видимо, её прямо руками ели эту пиццу. И это самые марокканцы, которые, они очень привередливые, кстати, в едином. Они ели, и стонно вообще на ура, это всё улетало. 32 куска это много. Поэтому бар, так сказать, заработал 100 евро на том, что я вот так вот натяпы-ляпы. И на завтра у меня пиццы я хотела ещё сделать, но уже было поздно. Девчонка говорит, а ладно, пошли домой, завтра будут без пиццы, будут на кулачках сидеть. Поэтому, ребята, разбора посылки сегодня не будет. Знаю, что я вас заинтриговала. Скажите, от кого посылочка? А не скажу! Помучайтесь одну ночку! Сейчас, если это самое, надо быстренько залететь на огород, потому как высадила рассаду, забыла посыпать от улиток. Если они ещё не сожрали мою скворушку, сейчас вылечу на огород быстренько. Посыплю вот этот синий такой камушек какой-то, соль какая-то. В общем, будем посмотреть, если там ещё есть, чтобы посыпать. Так что, ребятки, отключаюсь. Я вам птичка убитая лежала на дороге, так же. Вот, и увидимся мы завтра с вами при разборе посылочки. Помучайтесь! Пока-пока!